Украинский президент Владимир Зеленский решил в качестве исполнения своих обещаний, данных гражданам страны в ходе избирательной кампании в 2019 году, объявить о введении экономического паспорта украинца, о чем он рассказал со своей страницы в Фейсбуке. Согласно этому документу, все рожденные на территории Украины до достижения ими 18 лет смогут, по примеру жителей некоторых нефтеносных стран Ближнего Востока, получать на свои депозитные банковские счета часть доходов государства от добычи полезных ископаемых. После достижения совершеннолетия эти деньги смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине, отметил Владимир Зеленский. К настоящему моменту мало кто помнит о том, давал ли Зеленский такое обещание в ходе борьбы за президентский пост, но 70% избирателей памятны другие его слова о прекращении гражданской войны на Украине и дискриминации населения по языковому признаку. Если обещание про экономический паспорт украинца будет выполнено так же, как и другие, то граждане Украины еще не скоро увидят на своих счетах круглые суммы от использования недр их страны. Ранее Зеленский реализовал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении еще на три года санкционных мер против Проминвестбанка и Сбербанка.